Компания Коралл представляет Дора Мацоне в роли Алисии, Генри Сотто в роли Фабиана, а также Дилия Вайкаран в роли Хуаниты, Мануэль Саласар в роли Виченцо, Умберто Гарсия в роли Хусто, Хони Фуэнтес в роли Лилианы, Рикардо Аламо в роли Мигеля Энрикки, Диссидерия Ткаро в роли Алехандры, Юл Беркл в роли Густаво. Йолетти Кабреро в роли Глэдис, Гладушка Акоста в роли Бонбон, Хулио Сесаркастро в роли Эль Топо. Композитор Ромуло Галлегес. Операторы Доминго Фуэнтес и Рафаэль Марин. Продюсер Хосе Герардо Гильен. Режиссер Отто Родригес. Забери это, я встану. Ни в коем случае, тебе нельзя вставать. Хуанита, я должна пойти с ней. Ладно, Луиза Фернандо, я сама решу свои проблемы. Я пойду с тобой, я хочу помочь. Хуанита, убери это. Нет, синьора, ей надо поговорить с мамой. Тебя это не касается. Нет, пусть Динора поднимется сюда. Луиза Фернандо, хватит. Луиза, я оценю вашу заботу, но я не могу больше пользоваться вашей добротой. Хватит перекладывать свои проблемы на чужие плечи. Я должна стать сильной. Всё решено. Отступать поздно. Пикуре, топа, остаётся с тобой, не скучай. Мне не нужна нянька. Топа не нянька. Просто сейчас ему нечего делать. Вдвоём вам будет веселее. Конечно, веселее. У него свои проблемы, у меня свои. Не будь такой занозой, Пикуре. Ладно, Мирям, иди на работу, не волнуйся. Да, нечего толпиться. Боже. Мне пора, я опаздываю. Веди себя хорошо. Не волнуйся. Ладно, пока. 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 Это правда. Мириэм живет со стариком. Бон-бон права. Мириэм окрутила старикашку Хус. Да. Прости, мама. Прости меня. Больше мне нечего сказать. Я не хотела. Я не должна была от тебя это скрывать. Я просто испугалась. Я боялась признаться. Я не знала, что будет со мной, с ребенком. Понимаешь? Хватит, Алехандро. Мама, подожди. Алехандро, о наших проблемах я узнаю от всех, кроме тебя. Выслушай. Я не хочу, чтобы о нас распускали сплетни. Даже Бон-бон знает, что ты беременна. А я не знаю. Иди в машину. Хуанита, сходи, посмотри, как там Алехандро. Я? Дорогая, я в это не вмешиваюсь. Зачем подливать масло в огонь? Мы находимся около дома пропавшего Андреса Моралеса. Родители обеспокоены его исчезновением и просят общественность посодействовать в поисках сына. Возможно, кто-нибудь знает о его местонахождении. Андрес исчез? Что случилось? Андрес исчез. Его так и не нашли. Кто это? Парень из университета. Странно. Как ты? Отлично. Дядя, это Дон Кармелло. Мой деловой партнер. Очень рад. Ваш племянник умеет убеждать. Знаю, знаю. Он превзошел даже меня. Что с тобой, дядя? Где твой оптимизм? Это не то, что ты подумал. Вот, читай. Здесь. Исчез тот парень, который на тебя напал. Андрес Моралес? Еще бы помню. Но меня это не удивляет. Рудольфу. Вдруг с ним что-то случилось. Я думаю, он просто сбежал. Зачем? Луиза Фернандо сказала, что Моралес обвинил в этом ее. Что могло случиться с бедным мальчиком? Он совсем не бедный. Из-за него меня выгнали из университета. Значит, это он. Он. И его дружки избили Рудольфу. Есть бог на свете. Его похитили? А вдруг он уже мертв. Хуаннито, перестань. Вряд ли. Вряд ли. Нет. Он наверняка где-нибудь прячется. Плохо, что его родители не знают, кого вырастили. Пикуры, тебе не надоело швыряться камнями? Там гнездо. Оставь птичек, пусть живут. И не подумаю. Да что же с тобой? Не твое дело. Думаешь, раз ты ходишь в школу, значит, можно воротить нос от старых друзей? Если кто и воротит нос, то не я. Что это значит? В чем дело? Мне нечего делать в школе. Все на меня смотрят, как на сироту. Без отца, без матери. Я, как те птички, тоже родился на улице. Я не пущу Пикура на улицу. Его могут забрать в детский приют. А это все равно, что тюрьма. Я мог бы сделать Пикура счастливым. дать образование. Вы не женаты. Вам нельзя его усыновить. Я не думал о женитьбе. Даже и мысли такой не возникало. Что ж, давайте подождем Динору. Может, она что-нибудь придумает? Жениться. На ком? Нет, нет. Это немыслимо. Игнасио, можешь считать меня занудой, но твоя дочь в любой момент может передумать уезжать. И тогда Рудольфо придется предстать перед судом. Алисия, от тебя просто с ума можно сойти. Ей надо поправиться, ясно? Давай сменим тему. Слава Богу, у меня есть потрясающая новость. Среди кучи проблем это как оазис в пустыне. Да? Да, у меня намечается очень выгодная сделка с транснациональной импортно-экспортной компанией. Она принесет огромные деньги. Сейчас я тебе покажу бумаги, смотри. Вот ответ, который пришел на мой запрос. Что скажешь? Скажу, что сумма впечатляющая. Да, это настоящий бизнес. Чистая прибыль, никаких затрат. Вот это сделка. Это надо обязательно отпраздновать. Игнасио. Что, сегодня вечером? Договорились? Ладно. Входи, Аристелло. Простите, сеньор. С вами хочет поговорить декан Манкадо. Пригласи его. Игнасио, закончим разговор без посторонних, ладно? Аристелло, пусть он подождет. Спасибо. Я не хотела, чтобы декан увидел меня здесь, в твоем кабинете. Почему? Что тут такого? Хуанита, хватит. Мне надоело валяться в кровати. Дорогая, ты меня просто убиваешь. Обещаю тебе, Хуанита. Я буду ходить медленно, как черепаха. Я не могу больше лежать, Хуанита. Тогда сядь, пока меня не хватил удар. Нет, нет, нет. Подожди. Я хоть немного разомну ноги, ладно? Знаешь что, я тебя привяжу к кровати, девочка. Хуанита. Займусь обедом. Скоро придет отец. Где же Андрес? Очень странно. А что если... Нет, нет. Он жив. Кто мог его убить? За что? Игнасио, у меня столько всего произошло. Дома, на работе. От меня ушел Рудольфо и так далее. Я не хочу встречаться с деканом. Ты меня понимаешь? Понимаю, но все же... Почему декан не должен видеть нас вместе? Так будет лучше. Я ни перед кем не хочу отчитываться по поводу своей личной жизни. Мне еще работать в университете? Что ж... Ладно, как скажешь. Я встречусь с ним позже. Не знал, что ты такая щепетильная. Нет, просто я ненавижу, когда смешивают личную жизнь и работу. Вот и все. Как хочешь. Как хочешь. Надеюсь, это не нарушит наши планы на вечер? Конечно, нет. Позвони. Я буду ждать. Ладно? Да? Мой принц. Богиня. Будь дома. Ладно. Он просто... дурак. Дурак. Меня не должны видеть вместе с тобой, Игнасио. Я сама по себе. Вот так. Одна цифра. Еще один нолик справа. Так гораздо красивее. Один нолик. Всего один нолик. А сколько миллионов? Матильда, я даю тебе выходной. Я не закончила уборку. Иди, Матильда. Мне надо поговорить с Алекандрой. Простите. Мама, клянусь. Это Алекандра. За все твои выходки. Я долго терпела твои выкрутасы. Ты меня обманула. Я думала, что тебе можно доверять. Мама, прости меня, пожалуйста. Я прощу тебя, если ты выйдешь за Густава. Больше я тебя видеть не хочу. Ясно? Хватит. Мне надоело играть эту дурацкую роль. Я всю жизнь посвятила только тебе. И вот благодарность. Я тебя об этом не просила. Не стоило приносить себя в жертву. Да, вот, оказывается, в чем дело. Я тебя слишком опекала. И вот результат. Неправда, мама. Алекандра, не лги. У тебя своя жизнь. Я тебе мешаю. Если ты меня не любишь, я могу уйти из дома прямо сейчас. Вот как? Куда? К Луизе Фернанди? К Дону Хуста? Или к родителям Густаво? Мне все равно. Все равно. А мне нет. Не хочу, чтобы надо мной смеялись. Ты выйдешь за Густаво. Свадьба будет очень скромной. Я знаю, что обидела тебя. Ты испугалась огласки? Алекандра, я вовсе не боюсь огласки, хотя на карту поставлена честь моей дочери. Я боюсь предательства. Лжи. Особенно, когда предает близкий человек. Измена убивает все, Алекандра. Все. Так и знай. Простите, я думала, все ушли. Я немного задержалась. Мы с Игнасио работали. Понятно. Да, есть просьба. Да. Игнасио просил кое-что отпечатать. Из-за прихода декана он чуть об этом не забыл. Понятно. Вот документ. Он внес изменения. Перепечатай его. Наконец-то. Я целый день этого ждала. Да? Тогда поторопись. Эта сделка очень важна для сеньора Игнасио. От нее зависит его жизнь. Ну, уже бегу. Ну, вроде ничего не забыла. Что ж, Игнасио, пока. Хуана. Прошу вас. Хуана. Да, сеньор. Сеньор будет обедать с нами. Добрый день. Дочка. Василио пришел поговорить, но чтобы вы меня зря не ждали, я пригласил его на обед. Простите, сеньор. Конечно. Здравствуйте. Садитесь, прошу вас. Дочка, Василио сказал, что студенты весьма обеспокоены неожиданным исчезновением Андреса Моралеса. Родители делают все возможное, чтобы его разыскать. И что? Абсолютно ничего. Больше всего меня беспокоит, что в один прекрасный день все узнают о той истории. Он имеет в виду нападение на Рудольфа и то, чем это кончилось. Что это значит? Полиция пока об этом не знает, но в деле есть некоторые неясности. Очень странно. Почему же исключили меня? Мы приняли меры, и, несмотря ни на что, в первую очередь, надо выяснить, не связано ли исчезновение Андреса с той историей. Думаете, ему хотели отомстить? Я? Нет, дорогая, ради Бога. У него и в мыслях не было. Даже не думай. Тогда кто? Тот, кто был в этом заинтересован. Этот человек хотел отомстить Родольфу. Значит, это из-за Родольфа? Вы уверены? У вас тоже из-за него были неприятности. Думаешь, он виновен? Исчезновение этого мальчика. Родольфо. Мне так одиноко. Что я могу сделать? Я осталась. Совсем одна. Моя любимая тетушка. Умерла. Мне очень жаль, Алисия. Она была такой доброй, Родольфо. У нее не было детей. И те крохи, что она скопила, она оставила мне в наследство. Совсем небольшая сумма. Что ж, она сделала доброе дело. Да. Эти деньги я собираюсь вложить в дело. Например, в какую-нибудь фирму, которая, возможно, принесет прибыль. Вроде то, и где работаете вы с Кармелой. Да. Верно. Инвестиции нам не помешают. Родольфо, я не знаю, что мне делать с деньгами. Если бы я могла стать твоим деловым партнером, кроме тебя у меня никого нет. Если ты согласишься, я стану хоть немного счастливее. Ответь, Родольфо. Только не отказывай мне. Ты меня удивила, Алисия. Я не знал ни о тете, ни о ее наследстве. Я не знаю, о какой сумме идет речь. Да, фирме очень нужны инвестиции. Нужны договора и все такое. У нас не то положение, чтобы отказываться от денег. Ты согласен, Родольфо? Да, да, да. Любимый, не чувствуй себя обязанным. Нет. Скорее наоборот. Я буду рад работать с тобой. Да. Ты столько для меня сделала. Я тебе помогу, Родольфо. Я посвящу тебе свою жизнь. Дочка, я знаю, что ты себя плохо чувствуешь, но ты должна есть. Нет, папа, не могу. У меня болит горло. Хотя бы попробуй. Простите. Я пойду к себе. Извините. Ничего. Поправляйтесь. Она скоро уедет. Ей необходимо сменить обстановку. Простите, сеньор. Конечно. Смена места, климата и обстановки положительно влияет на здоровье. Но вдруг ее вызовут в полицию. Вряд ли. До ее отъезда остаются считанные дни. К тому же, я никому не позволю ее в это впутывать. Ни полиции, ни прессе, никому. Поправляйте. Господи. История с Андресом еще больше усложнит дело Рудольфу. Только не это. Пожалуйста. Спасибо. 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 Знаешь, Хуана, после разговора с Василио я еще раз убедился, что сейчас с Луизе необходимо уехать за границу. Хотя бы на год. Не знаю. Если так будет лучше. Знаешь, у меня есть одно важное дело, Хуанита. Я решил поговорить с тобой, потому что мне нужна твоя поддержка. Сеньор, вы же знаете, как я люблю Луизу Фернандо. речь не о ней, речь обо мне. Хуанита, я хочу наконец избавиться от Бонбон. Подожди, дай мне сказать, пожалуйста, эта девушка мешает и мне, и Луизе. Она здесь лишняя. это будет не так просто. Вы обязаны о ней позаботиться. Не волнуйся, я позабочусь. И о ней, и о ребенке. Сама подумай. Ну, какой из меня муж? Представь, как я покажусь перед друзьями с этой девицей. Да меня просто засмеют. об этом надо было думать раньше. Надо было. Но я и представить не мог, что все обернется катастрофой. Еще раз повторяю, я ее не брошу. Только увезу ее куда-нибудь подальше и пусть там живет. А когда родится ребенок, я так и быть, сделаю тест на отцовство. А если ребенок ваш? Нет проблем. Я его заберу. Не оставлять же ребенка с такой мамашей. Да, верно. Она ненормальная. Полная дура. Поэтому мне нужна твоя помощь. Я их не брошу. Обещаю. Но увезу ее подальше отсюда. Привет. Неужели твой друг не дает тебе денег на завтрак? Нет. Скорее всего, ты копишь на черный день. Это не твое дело. Конечно, это не мое дело. Ты зря строишь из себя красную шапочку. На самом деле, ты волк. Только прикидываешься бедняжкой. Хватит, Мигель, Энрике. Из нас двоих волк это ты. Зря обижаешься. Ты любовница вполне уважаемого человека. и вертишь им, как тебе хочется. Тебе не надоело? Смени, наконец, тему. Ладно, Мири. Знаешь, я как раз вспомнил. Ты мне давно говорила, что живешь в этом доме. Я тебе тогда не верил. А это правда. Может, у тебя есть другие секреты? Интересно послушать. Я забыла взять клипсы. И сумку тоже. Она гораздо нужнее. Чья эта сумка? Не узнаешь. С ней ты вторглась в мой дом, в мою жизнь. В ней были три платья. Игнасио, ты опять начинаешь вторую песню? Не начинаю, а заканчиваю. Буду признателен, если ты уберешься отсюда. Райская жизнь кончилась. Игнасио, ты меня выгоняешь? Я беременна. Не выгоняю. Я просто прошу тебя убраться из моего дома. Ты переедешь на другую квартиру. Понятно? Где ты жила раньше. Пока не родится ребенок, будешь жить там. Где хуй, Анита? Она тебе не позволит. Позволит. Она тебе не поможет. Я так решил. Поэтому забирай сумку и живо убирайся из моего дома. Не включай свет. Тише. Здесь ходит охранник, так что не шуми. Где сейф? Здесь. А отпечатки? Не волнуйся. Слушай, подозревать будут Игнасио Риера. Никто даже не подумает об отпечатках пальцев. Вскрывай. Быстрее. Посмотрим, что тут. Так. Порядок. Оно. Дискеты. Банковские вклады. Они сделали вклад. Нам остается перевести этот вклад на банковский счет Игнасио. Совсем ненадолго. А потом в другой банк. В твой? Ты с ума сошел. Я не такая дура. Да убери ты ее. Представляю. Как грандиозная сделка Игнасио превратится в грандиозный пшик. Объявляю вас мужем и женой. Почему не пришли твои родители? Поздравляю, Густаво. Вы в ссоре? Они лишили меня наследства. Мама меня не поцеловала. Не переживай. Дай ей время. Да. Спасибо, что пришла. Я не хотела уезжать отсюда, не повидав тебя, не попрощавшись. Будь счастлива. Ты тоже. Поздравляю. Рудольфо. Рудольфо. Мы расстаемся, но ты будешь свободен. Дочка, нам пора. Да, да, папа. Иду. Рудольфо. Рудольфо Арисмэнди? Что? Куда меня? Я пришел сказать, что вас отпускают. под залог. Вы свободны. Выходите. Что? Значит, я свободен? Рудольфо, я тебя освободил. Спасибо, Алисия. Я тебе очень благодарен. Не благодари меня, любимый. Ты свободен, Рудольфо. И я счастлива. Счастлива. Папа, я хочу спросить про Рудольфо. Дорогая, забудь о нем. Я должна, папа, должна знать, что он свободен. Я сдержал слово. Его освободили. как дела у лучшей на свете мамы? Рудольфо. Сынок. Сыночек. Сынок. Тебя отпустили. Все позади. Алисия внесла за меня залог. Скажи ей спасибо. Спасибо, Алисия. Спасибо. Нет, сеньора, не благодарите меня. Я люблю Рудольфо. Я для него все сделаю. Как и в первый день свадьбы. Сынок, как я страдала, пока ты был в тюрьме, мой дорогой. Все, мама, все. Все позади. Успокойся. Да, да. Позади, позади. Успокойся. Знаете, что я сделаю? Я сейчас пойду на кухню и принесу бутылку вина. Это надо отпраздновать. Отпраздновать. Отлично. Рудольфо, мы можем заодно отпраздновать начало совместной работы. Сколько тебе оставила твоя тетя, Алисия? Точно не знаю, но могу уточнить. Нет, не надо. Не беспокойся. Теперь, когда у меня впереди вся жизнь, я не хочу отвлекаться. Я хочу добиться своей цели. Да? И какая у тебя цель, Рудольфо? Разбогатеть. Приятно слышать, что у тебя есть цель. Рудольфо, Мэнди. Богач? Я буду богат, Алисия. Я точно знаю. Я тебя не гоню, но уже пора. Я поеду с тобой, дорогая. Провожу тебя в аэропорт. Нет, Хуанита, ты не понимаешь. Мне очень тяжело расставаться с вами. Я люблю вас. Очень люблю. Правда. Девочка моя. Хуанита, перестань. Я поеду с тобой, Луза Фернандо. И не только в аэропорт. Я хочу уехать с тобой на всю жизнь. Я люблю тебя. Ладно. Я знаю. Знаю. Нет. Ладно. Пора. Пора. Эмилио уже ждет. Одни вы любите меня по-настоящему. Остальное это просто мои фантазии. Дорогая, не плачь. Не думай об этом, ладно? Попробую. Но все. Я возьму себя в руки, успокоюсь и начну новую жизнь. Обещаю. 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 Да, такова жизнь. За все надо бороться. Пожалуйста. Спасибо. Хочешь? Спасибо. Спасибо. Самолет на Лос-Анджелес вылетает завтра утром. Где будете ночевать? У моего друга Исмаэля. Ясно. А может лучше здесь весь дом в вашем распоряжении? Не переживайте за нас. Спасибо. Вы всегда можете рассчитывать на мою помощь. Спасибо. Спасибо, Дунхуста. Надо бы перед отъездом попрощаться с мамой. Поднимись к ней. Я боюсь. Да. Не надо. Свадьба получилась грустной. Зачем окончательно портить праздник? Да, ты прав. Я вас провожу. Да, Дунхуста. Мы пойдем, пока не вышла мама. Не возражаете, если я возьму шампанское? Я первый раз женился. Надо отпраздновать. паузы. Пауза. Пауза. Что с тобой? Я уезжаю, возможно, навсегда. эмилио, мне еще надо заехать в одно место. сеньорита, мы опоздаем, а ваш отец... Не опоздаем, эмилио. У следующего светофора поверни направо. Успеем. У нас еще полно времени. Ладно, как скажете. Хочу в последний раз взглянуть на те места. Когда-то я была там очень счастлива. Глупец. Ты хотел, чтобы Луиза Фернандо была счастлива? Смелым, рай в шалаше. Нет, не могу смириться. Здесь мой дом, мои вещи. А ее нет. Рудольфо, тебя отпустили. Как ты меня нашла? Я не знала, что ты здесь. Не знала? Я зашла попрощаться с этим домом. Здесь я была счастлива. Уезжаешь? Куда? С кем? Это не важно. Далеко. Уезжаю, чтобы забыть. Фильм переведен и озвучен компанией Интракоммуникейшнс. 1999 год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok